Здравствуйте, бутик-бар Бенкора и Ирина Машихина. Сейчас мы будем готовить также один из моих любимых коктейлей, очень легкий, воздушный, летний, освежающий, тонизирующий, я произношу это имя, Pisco Sour. И в него, кстати, тоже есть замечательная история. Коктейль Pisco Sour есть вариация категории коктейлей Sour, например, Whisky Sour, Gin Sour и так далее. Автором является Виктор Моррис по прозвищу Gringo из Моррис Бара в Лиме. Коктейль очень быстро стал любимцем у местных. Вскоре во многих больших гостиницах в Перу, таких как Mauri Hotel Bolivar, стали подавать списку Sour иностранным гостям, что позволило стать коктейлю международным хитом. Начиная с 2003 года и в Перу, и в Чили празднует национальный день Pisco Sour, первый уикенд февраля. Это моя альтернатива очень популярному коктейлю Mojito. В прошлом году, когда мы его запускали, его приурочила к летней террасе, потому что он такой же белоснежный и воздушный, как, собственно, наша терраса. Спасибо большое Маше Любовке и Максу Осачему. Благодаря этим людям, которые провели достаточное количество как в Перу, так и в Чили, я их приглашала, и мы вместе воссоздавали вкус того аутентичного Pisco Sour, который они пили, собственно, как в Чили, так и в Перу. Мы его будем готовить в блендере, следовательно, используем метод бленд, посудоподачи, вот, Old Fashion, он же висковый бокал. Нам потребуется одна порция 50 миллилитров Писко. Из головы человечка наливаем ароматный напиток Fresh. Кстати, вот чуть меньше, чуть больше и уже не так гармония. Именно 40 миллилитров лаймового фреша. Сахарный сироп и предпочтительно из коричневого сахара. 30 миллилитров. Раз. Волшебный ингредиент. Как узнать, какое количество льда, необходимо положить в блендер на одну порцию? То есть просто наполняется посуда, в которой будет, собственно, подан напиток. И вот именно вот это количество требуется для приготовления одной порции коктейля в блендере. У нас очень мощный блендер, поэтому сейчас мы увидим, насколько важны мощные блендеры. Но их кчели и в перо, в принципе, не наблюдаются в местных барах. Чудо техники. Очень мощные ножи из хирургической стали. 22 тысячи оборотов в минуту. Отлично. Это очень вкусно. Это настолько... Воздушный, однородный, вспененный, красивый. Это веселая история, потому что в нашем баре невозможно получить корицу в свой капучино, но в свой пискосаур это возможно. Я прошу вас, не требуйте у меня корицу капучино. Буквально точечка корицы и наша коктейльная палочка. Свизл стик. Ваш пискосаур. Я обещала рассказать веселую историю на предмет. Как вы видите, уже начинается медленное отслаивание. Так вот, когда мы работали с Максом и с Машей, они говорили, вот он не такой, как в Чили и в Перу, потому что там взбили, и он сразу, в принципе, за считанные секунды начинает отслаивать. Мой блендер позволяет настолько мощно взбивать ингредиенты пискос, лаймовый фреш, сахар и тайный волшебный ингредиент, что достаточно долго наблюдаете достаточно медленное расслоение этого напитка, то есть, не подскакивает очень быстро ваш пискосаур. Погрузитесь и насладитесь вместе с нами коктейлями мохито, пискосаур и пьянекалада. Погрузитесь и насладитесь вместе с нами коктейлями мохито, пискосаур и пьянекалада.